Иногда я сама себе удивляюсь. 80 лет уже прошло, потому что мне 85-й год. Я помню все, как будто это было только вчера. А говорит Лилия Садриевна Митрофанова о начале войны. Уроженка Казани в 1939 году она вместе с семьей переезжает в Краснозаводск. Мужа старшей сестры направили работать на знаменитый Краснозаводский химический завод. Из-за него немцы осенью 1941 года начали бомбить город. Страшно было очень. Ну что такое пятилетний ребенок. Потом вскоре начали эвакуировать завод и жителей завода. Эвакуировали нас в Чебоксары, Чебоксарский СССР, поселок Чапаевский. Ну и вместе со всеми мы тоже поехали. Было это в декабре 1941 года. Ехали в теплушках, было холодно и голодно. Много было женщин с грудными детьми. Дети начали умирать. У матерей пропало молоко. А чем кормить? Ему же не дашь кусок хлеба, правда? Хоронили прямо в снегу. Копать землю. И не было времени, и не было возможности ничего. Вот представляете состояние каждой матери. Ребенка закопать в сугроб и ехать дальше. В Чебоксарах всех новоприбывших расселили в бараках. Лилия Садреевна вспоминает, что жили тесно, но дружно. Много трудились. Всех сплачивала тяжесть войны. Все для фронта, все для победы. Был такой эпизод. Мама идет по дороге, валяется сверточек. Она говорит, я подняла, даже не думая, не ведая, что там и как. А когда, говорит, я развернула, там четыре детских карточки и одна взрослая, рабочая карточка. Меня, говорит, как вот током ударила. Вот током. Вот другой бы, может, сказал, ой, как хорошо, что я, теперь у меня хлеба будет много. Маму, если бы даже казнили в этот момент, она бы этого не сделала. По кусочку деревянного опилка в свертке Зоя Николаевна, мама Лилии Садреевны, нашла владелец у карточек в местной лесопилке. Подошла, говорит, женщина, чувашка, муж на фронте, четверо детей. Я, говорит, ей говорю, вот твои карточки, беги, корми своих детей. Она, говорит, встала на колени передо мной, обняла мои ноги, плачет и, говорит, бери любую карточку. Благодарность. Маму, говорит, да ты что, если я с голоду умру, я никогда этого не сделаю. Так на этом все это не закончилось. С утром, говорит, прихожу на проходную, она, говорит, стала встречать меня там и кричит. Люди, вот моя спасительница, люди, вот моя спасительница. А потом была победа, которую Лилия Садреевна вместе с семьей встречала уже в Краснозаводске. Затем была школа, учеба в химико-технологическом техникуме и Казанском институте. И более 50 лет преподавания в родном Краснозаводском техникуме. Преподавала бы и дальше, говорит Лилия Садреевна. Но здоровье уже не позволяет. Зато не забывают любимого педагога ученики. Навещают и помогают. Стараюсь держаться, не падать духом, поддерживать других, какую-то радость людям доставлять. Потому что, когда радость людям доставишь, самой приятной, радостной. Ну, а жаловаться, ныть. Это не украшает человека. Екатерина Фурсова, Евгения Шевченко, программа «События».